Новый глава Министерства информразвития и связи Край, еще двух членов правительства, назначил Максим Решетников. Прикамин может получить из федерального бюджета 435 миллионов рублей на благоустройство, главные условия софинансирования из Крэйвого бюджета. Пермский край укрепил позиции по инвест-привлекательности, аналитику по регионам привели в национальном рейтинговом агентстве. Новости НРБК Перем, это Рустам Багизов. Добрый день. Исполняющий обязанности министра информразвития и связи Край останял Павел Шеверов. Об этом сообщила администрация Пермского края. Респоряжение о назначении подписано временно исполняющим обязанности губернатора Максимом Решетниковым. В начале 2000-х новый глава Минсвязи работал в Министерстве экономического развития и торговли России, затем в компании «Прогноз». В 2010-м занял должность заместителя директора департамента мониторинга и оценки эффективности органов власти. Министерство регионального развития России после перешел в департамент информационных технологий города Москвы. В 2015-м став заместителем руководителя органа. Также сегодня Максим Решетников назначил Татьяну Мельникову, исполняющую обязанности директора территориального фонда ОМС. Она начинает работу сегодня. Пермский край повысил позицию в рейтинге инвест-привлекательности регионов. Эксперты национального рейтингового агентства обнародовали данные исследования по итогам 2016 года. По его результатам, Прикамия с 27-й строчки поднялась на 24-ю, но оказалась в зоне средней привлекательности. Аналитики оценивали ряд факторов, в числе которых производственный потенциал, также финансовоустойчивость бюджета и предприятий. По мнению экспертов, улучшить свои позиции Прикамия удалось за счет создания понятных правил для инвесторов. Минек и агентство по инвестициям в прошлом году совместно работали над разработкой регионального инвест-стандарта. Среди позитивных моментов также сопровождение инвесторов в режиме одного окна, лидирующей позиции края в рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия. А вот с адресной работой с иностранными инвесторами на предмет привлечения их в край есть проблемы, считают эксперты. Кроме того, по мнению специалистов, в Прикамии необходимо продолжить работу по совершенствованию регионального законодательства в отношении инвестиций. Административные процедуры должны быть прозрачными для инвесторов, причем нужны типовые правила для всех муниципальных образований. Прикамия может получить из федерального бюджета дополнительные 435 миллионов рублей по программе о формировании комфортной городской среды. Комитет по инфраструктуре и Заксобрания сегодня обсудил и подготовил проект закона о внесении изменений в бюджет Пермского края. Регион получит эти средства на условиях софинансирования. Пропорции выделения денег рассчитаны исходя из бюджетной обеспеченности каждого субъекта. Для Пермского края это 56% федеральные средства и 44% местные. То есть 342 миллиона рублей нужно направить из регионального бюджета. Представители Минфина предложили депутатам в качестве источников дополнительные средства от ПИЖК, поступившие только в этом году, а также 100 миллионов рублей, запланированных в 2016-м на создание краевого лизингового фонда. В результате тех изменений, которые предлагаются, доходы и расходы краевого бюджета увеличиваются на одинаковую сумму 136,994. Это поступление от ПИЖК нам. Там баланс сохраняется и, на наш взгляд, очень положительные последствия будут привлечением в наш бюджет значительной суммы для благоустройства населениях пунктов Пермского края, именно городских и сельских небольших поселений. Оставшуюся необходимую сумму в 105 миллионов рублей предложено выделить из уже запланированных средств на благоустройство в Дорожном фонде путем выведения в отдельную целевую статью. Изменения в бюджет рассмотрят депутаты ЗАГСобрания на пленарке 16 февраля. Аналитики Bloomberg отметили, что за последние четыре дня рубль стал самой сильной из валют развивающихся стран. Накануне на бирже курс доллара падал даже до 57 рублей. В поддержку национальной валюте оказывают цены на нефть, также стартующий завтра налоговый период. Сегодня среднезвечный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра поднизился еще на 32 копейки и составил 57,74. Но лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает Банк Нево 57,65 по продаже Мештоп Энергобанк 57,85. Лучшее предложение по покупке евро в Банке Нево 61,25 по продаже в Трансстройбанке 61 рубль ровно. Развитие события через час, оставайтесь на РБК, не прощаюсь. РБК Перм. Дело. Покупка готового бизнеса. Подводные камни. Сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова